Общественная палата Ненецкого округа выступает за ужесточение правил продажи алкогольной продукции на территории региона. Меры, которые помогут снизить число потребителей горячительных напитков, в частности среди подростков, общественники обсудили на встрече с представителями Открытой молодежной администрации и Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа. Согласно российской статистике, Ненецкий округ – один из самых пьющих регионов в стране. С высоким процентом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, среди подростков от 14 до 18 лет. Повлиять на эти некрасящие округ показатели пытаются представители региональной общественной палаты, инициируя поправки в законодательство. Очень надеюсь, что инициатива, которая была озвучена изначально уполномоченным по защите прав предпринимателей, затем поддержана Общественной палатой Ненецкого округа, позволит изменить ситуацию с алкоголизацией населения в Ненецком округе. Речь идет об ужесточении продажи алкогольной продукции, речь идет об ужесточении наказания за нелегальную торговлю алкоголем, а также об ужесточении наказания за допуск несовершеннолетних в увеселительные заведения. Мы знаем, что такие факты и случаи присутствуют в нашем регионе, поэтому мы будем дорабатывать наши инициативы, чтобы они все-таки обрели уже форму закона. Среди конкретных предложений продажи крепкого алкоголя только по паспорту. Для этого необходимо на законодательном уровне закрепить проверку документов при покупке алкоголя в магазинах, чтобы каждый раз продавец был обязан проверять документы, а покупатель их предоставить. Еще одна инициатива касается увеличения возраста покупателей горячительных напитков. Данная инициатива поддержана и Федеральной антимонопольной службой. Еще одна норма касается ужесточения наказания за нелегальную торговлю алкоголем. К сожалению, частота рейдов правоохранительных органов не настолько частая, скажем так. Поэтому и те штрафы, которые сегодня присуждаются, они берут по статье передачи алкогольных продуктов. То есть, в принципе, и штрафы, которые установлены, они смешные, просто смешные. На наше предложение, почему вы тогда не привлекаете, в принципе, незаконная предпринимательская деятельность, либо торговля без лицензий. Почему те предприниматели, которые у нас вкладываются во все эти ЕГАИСы, каждые полгода на уровне Федерации придумывают какое-то новое правило, то онлайн-касса, то вот эти системы, потом модернизация этой системы, потом еще что-нибудь. Здесь вот как-то этот фронт работы немножко упущен, к сожалению. Основная причина пьянства среди подростков, по мнению представителей общественных молодежных объединений, отсутствие досуговых площадок. К решению проблемы подключили студенты социально-гуманитарного колледжа. Девушки организуют на базе учреждений дискотеки с различными конкурсами и квестами. На первую к нам пришли дискотеку 150 человек. Это было от 14 до 25 лет возраст. На вторую трейсию уже приходило по 350. За всю дискотеку мы очень были удивлены, потому что мы проводили разные квесты, конкурсы. То есть мы выбрали деньги заход, потому что мы не только старались провести эту дискотеку, но мы хотели улучшать потом это все, чтобы покупать оборудование нового, так как у нас у нас в колледже старое. И, соответственно, чтобы это было каждый раз на третье. В ходе встречи ее участники выдвинули ряд других инициатив по решению проблемы алкоголизации населения. Эти меры общественники планируют детально проработать и представить жителям региона позднее. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.